Всем привет, в этом видео я покажу как можно удаленно включить компьютер с мобильного телефона. Думаю каждый пользователь однажды задумывался можно ли включить компьютер другим альтернативным способом и можно ли это сделать к примеру с телефона. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Операционная система Windows предусматривает функции включения ПК по расписанию. Я же в этом видео покажу как это сделать с помощью смартфона с Android по Wi-Fi, а также как включить ПК удаленно, находясь на большом расстоянии от него. Итак, сперва давайте рассмотрим как включить компьютер с телефона подключенным к одной сети. Для этого сперва нужно в BIOS настроить сетевую карту. Процедура настройки может немного отличаться в зависимости от типа компьютера, но пункт настройки выглядит приблизительно одинаково. Здесь в BIOS нам нужно настроить функцию Wake Online. Функция Wake Online приводит к постоянной подаче питания на сетевой адаптер, который просматривает все приходящие пакеты и если среди них есть нужный, то включает компьютер. Для этого способа вам понадобится материнская плата с поддержкой этой функции и смартфон с приложением Wake Online или другим его аналогом. Итак, запускаем компьютер и заходим в BIOS. Попасть сюда можно как правило с помощью клавиши DEL во время загрузки. Здесь нам нужно найти пункт Wake Online, Power On by Ethernet Card или что-то подобное. Все возможные названия вы сейчас можете видеть на экране. В моем случае это LAN Power On. Если у вас внешняя сетевая карта, активируйте опцию включение питания устройств PCIe. Жмем Wake, затем сохраняем изменения и выходим из BIOS или жмем клавиши F10. Теперь нужно скачать на телефон приложение Wake Online. Ссылку я оставлю в описании под видео. Подобных приложений существует множество. Можете выбрать на свое усмотрение. Приложение довольно простое в использовании. Нужно лишь подключить смартфон к вашей сети по Wi-Fi. Компьютер тоже должен быть подключен к данной сети. К приложению нажимаем плюс, добавить и потянуть вниз, чтобы выполнить поиск устройств в сети или же ввести адрес вручную. Если к вашей сети подключены несколько ПК, для определения нужного выдерните кабель или отключите его от сети. Выполните поиск устройств в приложении. Запомните какие устройства оно нашло, а затем заново подключите ПК к сети и выполните поиск. Новое устройство и будет тот ПК, который нам нужен. Посмотреть MAC адрес ПК в Windows можно открыв окно выполнить и введя команду msinfo32. Открываем компоненты, сеть, адаптер. В правой части окна вы увидите сведения обо всех сетевых адаптерах компьютера, включая их MAC адрес. Выбираем его из списка устройств в приложении на телефоне. Здесь ему нужно присвоить ник и выбрать отдельный цвет. Добавить устройство. Теперь он появился в списке доступных устройств. Вот и все, теперь достаточно в телефоне кликнуть по устройству и приложение отправить команду разбудить, а компьютер включится. Если ПК не пробудился, попробуйте остановить свежие драйвера на сетевую карту. Если это не помогло, отключите функцию быстрого запуска. Для этого откройте панель управления, электропитания, действие кнопок питания, изменение параметров, которые сейчас недоступны. Снимите отметку напротив включить быстрый запуск. Настроив функцию Wake Online на вашем ПК вы сможете включить его и удаленно, не находясь рядом в одной сети. Сделать это можно с помощью утилиты TeamViewer. Я уже делал обзор на данную программу, ссылку на видео я оставлю в описании. Для удаленного включения компьютера TeamViewer нужно настроить так, чтобы компьютер можно было пробудить через его публичный IP-адрес. Для безопасности, что компьютер может быть включен только вами, необходимо его привязать к учетной записи TeamViewer. Чтобы связать компьютер с вашей учетной записью, нужно сделать следующее. Запускаем TeamViewer на компьютере. В главном меню выбираем дополнительно, опции. Переходим в раздел «Основное» и в разделе «Связь с учетной записью» жмем «Связать с аккаунтом». После откроется окно «Связать с учетной записью». Вводим электронный адрес и пароль и нажимаем «Связать». Теперь компьютер связан с учетной записью TeamViewer. Помимо настроек в программе, нужно будет настроить проброс портов на роутере. О том, как настроить проброс порта, смотрите видео по ссылке в описании. Если компьютер не имеет публичного адреса, вы также можете пробудить его с другого компьютера через локальную сеть. Другой компьютер должен быть включен, а TeamViewer – установленный настроен на запуск при старте Windows. В таком случае вы можете активировать возможности WakeOnline по локальной сети. Для этого вам необходимо будет внести TeamViewer ID того компьютера в сети, с помощью которого будет пробужден ваш. Таким образом сигнал будет направлен через определенный включенный компьютер к тому, который нужно включить. Для этого в главном меню выберите дополнительно «Опции», «Опции», «Основное», в разделе «Настройка сети», «Функция пробуждения по сети WakeOnline». Открываем конфигурацию. Здесь отмечаем другие приложения TeamViewer в той же локальной сети. И в поле TeamViewer ID вводим ID компьютера, с помощью которого должен быть отправлен сигнал к пробуждению, а затем жмем кнопку «Добавить». Окей. Теперь компьютер может быть пробужден с помощью сохраненного TeamViewer ID. Чтобы пробудить компьютер, откройте TeamViewer, выполните вход под своей учетной записью TeamViewer и перейдите в «Компьютеры и контакты». Выберите из списка тот, который вы хотите пробудить, а затем пробуждение. Компьютер включится и появится в сети в этом списке компьютеров и контактов. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.